расскажите пожалуйста вот о альбоме сюжеты другого мира его идеи его концепции и как он создавался но создавался он как всегда очень спонтанно в реальности один из наших друзей вы его очень хорошо знаете уговорил меня записать просто рояльные композиции потому что ему в машине нравится слушать рояль нравится слушать просто такую мелодию он говорит вы не могли бы это все сделать я говорю да можно когда-нибудь это получится вот и в итоге он все так быстренько организовал и говорит вот есть такой-то рояль есть такой-то зал давайте поедем все запишем хорошо поехали записали и и вот один из курьезных случаев в момент когда мы писали рояльные партии все за окном резали плитку тротуарную и приблизительно четыре с половиной часа перелива в тротуарная плитка разрезающаяся вот этой вот болгаркой да скажем тогда вот этим вот очень высокочастотным грубым звуком который похож на он тоже я успевал играть какие-то композиции в итоге мы из четырех с половиной часов удалили больше половины всего и оставили полтора где-то полтора часа на получились три альбома ровно по 9 композиции удивительно 27 композиций 3 альбом по 9 песен вот это спонтанно сыгранные композиции которые не планировались они игрались прямо в тот же момент я люблю играть именно так что я чувствую прямо сейчас под пальцами что происходит образно говоря и сюжеты другого мира это то что мои переживания которые я испытываю в момент когда играю возникает идеи и эту идею передаю виде переживания и звуков сочетание звуков мелодия понимаете получается что возник такой альбом назвал я его сюжеты другого мира потому что он не из этого мира все композиции которые вы там услышите они достаточно они не резонируют с этим миром сейчас в этом мире слушают рэп хип-хоп грубые звуки и так далее ну конечно не все но в основном а те композиции которые вы будете если будете слушать рояльные они связаны с вашей душой связаны с тишиной покоем с пространством но есть там конечно оформившиеся уже в мелодии композиции и это три альбома может быть когда-то это выйдет спасибо большое мастер вы не против если мы выложим этот альбом открытый доступ чтобы люди могли его послушать но если это сделает мир прекраснее я соглашусь конечно же вам спасибо за то что вы стараетесь и создаете возможность людям получать хоть какие-то знания на сегодняшний день это очень важно и с моей стороны искусство это работа в криве который также является искусством маленький вклад в этот мир так же как и ваш поэтому вам тоже спасибо и всей съемочной бригаде площадке всем-всем-всем творцу вам сарам